150 тысяч километров пути, более 30 экспедиций за три с половиной года съёмок, тысячи метров от снятой плёнки. Работа в экстремальных условиях, от полярных пустынь до соляных озёр – тяжелейшее испытание для людей и техники. Фото- и кинопроект «Россия из окна поезда» совместно с генеральным партнёром ОАО «РЖД» представил уникальный блиц-портрет России в начале 21 века. Железные дороги стали нитями, связавшими наш рассказ воедино, а поезд – его основным героем. В России есть всего две дороги, которые работают чётко по территориальному принципу и обслуживают только свой регион. По сути, это локальные сети, связанные с Большой Россией, всего одним главным ходом. Сегодня мы прибываем на самую западную нашу железную дорогу – в Калининград. Спасибо, до свидания. Спасибо. Очень близкая ей, по сути, Сахалинская дорога расположена в 11 тысячах километров от этих мест, на самом Дальнем Востоке. Традиция прокладки железных дорог на территории нынешней Калининградской области – очень давняя, с массой удивительных технических чудес и прекрасных образцов железнодорожной и городской архитектуры. Мы окажемся в городе России, расположенном западнее многих европейских столиц, побываем в лесах, где деревья танцуют, увидим скелет войны и огромное пространство песка в тысячах километров от главных пустынь планеты. Ну вот, прибыли в Калининград. Западный фланг проекта России за окна поезда. Все-таки вот эти фланги России, у нас был восточный фланг Сахалин, а теперь западный, все они настолько связаны с военной историей государства. И так тут все сплетено. И железные дороги, построенные то японцами, то немцами, как здесь. И вот этот вот вокзал, который, конечно, вокзал европейский, грандиозный, европейский вокзал, напоминающий Париж или Амстердам, скорее, чем наши российские вокзалы. И всегда в таких местах ждешь какого-то приключения, густо замешанного на истории. Есть большая трудность в съемках таких исторических мест, как Калининград. Как и всякий город, оказавшийся в эпицентре войны, он был почти разрушен. Сначала бомбардировками союзников, а затем и наступлением Красной Армии, штурмовавшей эти бастионы в ходе одной из самых грандиозных битв Второй мировой. Нам уже приходилось с этим сталкиваться во многих местах России. Некоторые наши города полностью разрушались и возникали из руин несколько раз за историю. По деталям приходится восстанавливать какие-то черты, характерные для прежней эпохи. Две наши главные любимые игры в детстве – в железную дорогу и в войну. Наверное, нет места лучше Калининграда, чтобы продолжать эти игры во взрослом состоянии. Нет другого места в России, где была бы такая концентрация роскошных фортификационных сооружений. Здесь 12 фортов. Все они носят имена немецких полководцев. За моей спиной форт Дона. Он назван именем прусского фельдмаршала Дона. Со времен рыцарских орденов Восточная Пруссия, а теперь Калининградская область, были достаточно замкнутой территорией, окруженной к тому же не самыми дружелюбными соседями. Вся округа застроена городами-крепостями, где дома больше походят на бастионы, а форты просто огромны. Оторопь и почти мальчишеское восхищение охватывает меня, новичка, который в первый раз оказался в военном сооружении такого масштаба. Толща кирпича и бетона здесь такова, что больше напоминает геологические слои, чем творение рук человеческих. Это пятый форт, самый известный форт Кенигсберга-Калининграда, Фридрих Вильгельм III, по-другому он называется. Наверное, самый знаменитый. Именно здесь происходили самые ожесточенные бои. И взятие этого форта послужило основой для очень известного эпизода в фильме «Освобождение». Именно здесь ночью наши саперы переплыли на лодке вот этот кольцевой, заполненный водой ров, заложили фугасный заряд, взорвали его. И в результате получился пробоина, пролом в этой мощнейшей стене, через которую наши войска и вошли в форт и овладели им. Уже к концу 19 века Восточную Пруссию оснастили густой сетью железных дорог. Ко всем важным пунктам анклава. Кенигсберг по тем временам превратился в неприступную крепость. Развитая система подъездных путей делала защитников города чрезвычайно подвижными. Даже сейчас ее схема вызывает ощущение какой-то мобилизованности и упорядоченности. Вот по этой сетке дорог с военным характером нам и предстоит сегодня передвигаться. Нынешняя экспедиция проекта «Россия из окна поезда» совместно с генеральным партнером ОАО «РЖД» во многом экспериментальна. Впервые основными пунктами маршрута стали города. И, пожалуй, в первый раз мы столь тщательно будем работать в архитектурных пейзажах. Связано это и с плотной населенностью места, и с тем, что старая здешняя архитектура разительным образом отличается от виденного нами в Центральной России. И даже подвижной состав, на котором мы отправились в путь в западной части области, использовался экспедицией впервые. Вот отправился в обратный путь наш рельсовый автобус. Сколько экзотических средств железнодорожного транспорта нам пришлось испытать на себе за годы съемки фотопроекта, это уму непостижимо. Эта футуристическая машина привезла нас в город Балтийск, бывший Пилау, так он назывался до 1946 года. Все боролись за это место, все оставили здесь свой след. Рыцари Тевтонского ордена, шведы, немцы и мы, конечно. Сейчас здесь находится главная база Балтийского военно-морского флота, а главный объект истории – это знаменитая шведская крепость, которая чудом уцелела после жесточайших бомбежек во время Второй мировой войны. И вот сейчас мы в нее и отправимся. Балтийск расположен в самой западной точке железнодорожной ракады, словно огораживающей все морское Калининградское побережье. Как и у многих закрытых советских городов, название его звучит обыденно и стандартно, но место это очень непростое и сильно нас привлекавшее. Для начала это самый западный город в России. Географически Балтийск, западнее, к примеру, Варшавы или Бухареста. По качеству старой архитектуры в готическом и романском стилях, город куда ближе к Германии, чем соседние Польша или Литва. Привлекал нас и выдержанный образ военной базы с долгой историей. Некоторые сохранившиеся здесь фортеции относятся к XIII веку. Со времен Гонзейских союзов Пилау называли ключом к Восточной Балтике. Здесь, похоже, вообще в наше время ничего не строилось. Это все немецкие постройки. Видно, это казармы были, вот эти гарнизонные дома. Знакомство с Балтийском началось довольно неожиданно. Отъехав несколько километров по местной песчаной косе в поисках точки с видом на город, мы наткнулись на удивительный объект. Он напоминал съемочную площадку фантастического фильма о жизни Земли после планетарной катастрофы. В прусском порту Пилау располагались не только военные корабли, но и гидросамолеты, контролировавшие отсюда всю Балтику. То, что мы видим сейчас, гигантская портовая инфраструктура, растянувшаяся на километры. Это сотни инженерных объектов, сотворенных по лучшим техническим образцам своего времени. Строили на века немцы. Вот отсюда выкатывали гидросамолеты из воды. Вот центральная часть этого полукруга военного гидроаэродрома. Отсюда выкатывали и закатывали в ангары. И здесь же спускали самолеты на воду. Потом они, наверное, вот там где-то разгонялись по воде и взлетали туда вот на выход из бухты. Вот этот мол тоже рукотворный явно. А там на заднем плане вообще какие-то грандиозные сооружения. Вообще вся структура места осталась точно такой же, как она была задумана и исполнена немецким люфтваффе. Это такой скелет войны. Как и положено древней крепости, Балтийск переполнен тайнами. Под валами и полуразрушенными островами крепостных казематов расположен целый подземный город. Поговаривают, что его тоннели длиннее, чем все улицы бывшего Пилау вместе взятые. И как минимум три подводные галереи ведут прямо в этот длинный судоходный канал, соединяющий город с большой водой. Сам канал, на удивление, гармонирует и с берегом, и с древним назначением этого места. Зрелище прохождения военных судов по нему какое-то особенно торжественное, словно заранее продуманное для потенциальных зрителей. Корабли российского Балтийского флота всякий раз идут здесь, как на параде. Хотя для них это день обычной боевой работы. Поехали, поехали, поехали. Очень жаль, что сутки по условиям проекта, отпущенные на изучение балтийских городских тайн, истекли. И мы вновь вынуждены отправиться в путь, увозя ощущение легкой досады. Словно от упущенной возможности глубже постичь это удивительное место. Но съемочный план неприкосновенен, особенно когда он так плотно связан с железнодорожным расписанием. Такие маленькие здесь расстояния, крохотная земля. Стоит отъехать на поезде буквально несколько километров от городов-крепостей, и заоконное пространство вдруг приобретает милый и даже идиллический вид. Гранитные и кирпичные мызы, словно сошедшие с картинок на саксонском фарфоре, каменные станционные будки, лужайки. Короткие маршруты напоминают скорее загородные выезды, чем пути сообщений в анклаве крепости. Здесь работает немало любопытных образцов железнодорожной техники, в том числе и вполне раритетной. Причем большинство из них на тепловой тяге. Над дорогой нет ни гроздев проводов, ни столбов, что стало приятным сюрпризом для наших фотографов. Удивительно обаятельная оказалась Калининградская железная дорога, как будто игрушечная. Вот эти маленькие станции, все здесь небольшое, такой европейский формат. Напоминают мне детскую железную дорогу, игрушечную, немецкую. У меня в детстве была. Вот тут есть места, которые как будто прямо срисованы с нее. Вот. И еще обаяние этой дороги придает то, что она не электрифицирована. Оказывается, это стратегическое соображение. Поскольку Калининградская область – это изолированная территория Российской Федерации, то всегда есть риск, что кто-то из соседей, не всегда дружественных, перережет кусачками электропровод на своей территории. За яркими впечатлениями мы как-то немного позабыли, что Калининградская область – это не одни только крепости и военные базы. И поездка к знаменитым здешним курортам, устроенная нашими проводниками, оказалась весьма кстати, чтобы впечатление об экспедиции не вышло однобоким. Побережье кажется пустынным и диким, но это обманчивое впечатление. Повсюду вдоль берега виднеются гостевые дома и даже небольшие курорты, исполненные в традиционной прусской манере. Судьба хранила город Раушен, ставший в советское время Светлогорском. Его не бомбили. Здесь не было военных объектов. Его очень берегли. Это был любимый немцами роскошный северный курорт. Вот это здание старого деревянного вокзала напоминает об этом. Оно могло бы быть разрушено в какой-нибудь ковровой бомбардировке, но уцелело. Так же, как уцелели роскошные деревянные виллы эпохи модерна, заполняющие центр города. Если искать в современной Калининградской области сохранившийся уголок старой доброй Германии, то, вне всякого сомнения, это Светлогорск. Причем Германия веселой и дачной, с замысловатой архитектурой, выходящей далеко за тесные рамки традиционных фахверковых конструкций. И очень дорогой, судя по обилию, именных вилл и былой славе их обитателей. В центральной части города хорошо видно, как парки вокруг старинных мыс проектировались вместе с домами. И идеально вписанная в архитектурный пейзаж рощи, неотличимая от природных, здесь точно живое продолжение зданий. Удивительно, как будто по страницам сказки «Братьев Гримм» бродишь по улицам Светлогорска. В свое время, по прихоти военной истории, России достался один из лучших курортов старой Европы, любимое место отдыха прусских королей. Раушен был немецким ответом французскому де Вилю и голландскому Ост-Энде. Роскошное место. Северные курорты вообще всегда особенно ценились европейской аристократией и только что тогда народившейся буржуазией. Когда-то в этих особняках частенько останавливался литературно-художественный Бомонд и Пруссии, и всей Большой Германии. Среди этих сосен рождались исполненные изящного ужаса, сказочные миры Эрнста Гоффмана и новеллы Томаса Манна. Здесь творили самые модные берлинские художники, а на виллы видных эсэсовских бонс приезжали знаменитые кинозвезды Третьего Рейха. Вот если я вас попрошу, знаете, что сделать? Давайте, давайте. Вот чуть сюда пересесть, чтобы на вас солнышко попало. А меня хотите фотографировать? Ну и у вас тут как-то. Вы прекрасно выглядите. Попутно с работой нам приходилось еще заботиться об экспедиционном снабжении. А у вас только в этом году такой урожай яблок? Или это каждый год бывает? Бывает урожай. У меня у самого сад. Это чисто сладкий. Вот эти сладкие. Вот, я очень разные яблоки выбрал. Вот отсюда берем. Вот отсюда возьмем. Вот этот крупный два берите. Ну это слишком крупный, мне кажется. Нет, это товарищ просит. Сразу за Светлогорском группу ожидает долгая вылазка в места настолько дикие, что не совсем верилось в их существование среди этой густонаселенной земли. Сразу за конечной станцией Зеленогорск к Калининградской железной дороге мир резко меняется. Он как будто теряет одно измерение. Здесь остается только длина, а ширины нет вовсе. Это Курская коса. Наверное, самое знаменитое дюнное сообщество в мире. Ежегодно 20 миллионов перелетных птиц пользуются Курской косой как магнитной стрелкой компаса, направляющей путь их миграции. Северная часть Калининградского побережья, которая когда-то носила старопрусское имя Земланд, являет разительный контраст с закованным в железобетон юго-западным берегом. Искусственный камень совсем исчезает с береговой линии. Широколиственные леса сменяются прибрежными хвойными рощами. А вокруг все усыпано тончайшим белым песком, проросшим низкими соснами, морской горчицей и зарослями дикой розы. 150-200 лет назад ценнейшие первичные леса Курской косы были вырублены, и пески пришли в движение. Как в фантастическом романе они стали наступать на города и поселки. И сегодня многие дома и даже один замок остаются похороненными целиком под толщи этого песка. Наступила великая песчаная катастрофа. Пески срочно пришлось закреплять. И на сегодня две трети местных дюн закреплены, остановлены в своем движении. Удивительно, что этот ландшафт один из самых красивых на планете. Есть результат экологического бедствия и колоссального человеческого труда, направленного на ликвидацию его последствий. Самые подвижные дюны – белые, с редкой порослью травы и песком тонким, словно соль мелкого помола. Его невозможно удержать в ладони, такой он сыпучий. Дюны всегда появляются там, где есть обильные пески и ветер. Кварца, вымываемого Балтикой, хватило на то, чтобы подмять весь берег и вырасти на высоту более 70 метров. Удивительно, как в природе моментально что-то происходит, когда пересекаешь границу охранной зоны заповедника. Сразу оказываешься в близком соседстве с крупными животными и птицами, увидеть которых – большая удача даже в очень диких местах. Они хоть и с опаской, но дают себя снимать, прежде чем скрыться между песчаными холмами или в воде. В зоне прибрежного мелколесья дюны не такие белые, как буквально в нескольких километрах к югу. Серый оттенок им придает тонкий растительный слой. Когда-то именно отсюда началось песочное нашествие, похоронившее несколько куржских деревень. Остановили его с помощью хвойных лесов, высаженных прямо в белые склоны. Они и сейчас стоят среди песочных гор. Не только выглядят сосны так, словно стали жертвами чудовищного балтийского урагана, скрутившего древесные стволы в невиданные спирали. Такие необычные биологические явления порождают разного рода спекуляции, отчего это деревья так сильно скрутило. На самом деле явление это очень эффектное, но обычное. Скрутило их так от ветра и от тяжелых условий жизни на косе. А вот тайна, настоящая тайна, которая скрывалась в этом корявом лесу, она совсем иная. И она вновь связана с военной историей. Дело в том, что по Версальскому договору Германии запрещалось иметь свои военно-воздушные силы. И поэтому здесь, в укромном углу среди песчаных дюн косы и корявых сосенок, был организован аэропорт планеров, летная школа будущих пилотов Люфтваффе. 30 тысяч из них впервые поднялись в воздух и прошли обучение здесь, среди танцующих сосен. Куршская коса – это одно из редких мест, где, пожалуй, лучше всего улавливается историческая связь между Калининградской областью и Старой Пруссией, следы которой мы невольно искали все это время. Хорошо сохранилась и природа, и ландшафты, и традиционная немецкая архитектура. И неудивительно, что когда мы немного заплутали среди изогнутых сосен, первым, кто нам вызвался помочь, оказался немецкий турист с корнями из этих мест. Маленькие тропинки, такой лес. Говорят, что балты, язычники, верили, что вот если в такое кольцо пролезть, то что-то с тобой будет, потому что это на самом деле не дерево, а дух, который так вот свернулся. Можно попробовать. Интересно только, что будет, если пролезть в это кольцо. Вероятно, предполагается долговременный, долгоиграющий эффект. Наша короткая экспедиция по Калининградской железной дороге оправдала ожидания. Пожалуй, впервые не мы пытались пересказывать историю, а она сама создавала сюжеты и коллизии нашего рассказа. На этой земле с избытком всего – дикой природой, прекрасной архитектуры, песка, войны. И работа здесь доставила группе проекта «Россия из окна поезда» совместно с генеральным партнером ОАО «РЖД» несравненное эстетическое удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова